Ребята, еще одно видео с еще одного стенда. У нас здесь компания Barbus. Антон, здравствуйте. Антон, я очень рад вас видеть. Мы с Антоном когда-то общались. Антон мне проводил обучение касательно продукта, который они сейчас представляют у себя здесь на конференции. Антон, расскажите, пожалуйста, о своем продукте, о своих продуктах, которые сейчас представлены на конференции и с какой целью вы сюда пришли. Так, спасибо. Компания Barbus – это большая компания, которая имеет различные продукты. Одна из основных – это компания Heals. Это рационы для повседневной диеты и для лековальной диеты. У вас сейчас ветеринарная диета здесь представлена? Да, сегодня ветеринарная. Особенно на сегодняшний день представлены наши новинки. Это рацион OnCare. Это рацион при онкологических захворюваниях для собак и для котов. То есть для поддержки их при таких важких захворюваниях. То есть онкология в народе как рак называют. И есть наша новинка. Это Дермкомплит Папи. Это для цуценят, которые хворяют и мают дерматологические захворювания. То есть захворювания шкири как на фактори зовнишнего средовища, так и на харчовую аллергию. Уникальность в том, что он разработан на белку курячего яйца. А также есть такая специальная формула ГИСТАГАП, которая обеспечивает аллергическим захворюваниям на факторы зовнишнего средовища. Вы вообще молодцы. Не знаю, как у вас это все удается. Потому что сейчас многие компании... Мы, кстати, с компанией Барбус тоже работаем, сотрудничаем. Поэтому мы проходили обучение у Антона. Я просто не понимаю, как у вас так получается. Сейчас такое тяжелое время. Многие компании не могут похвастаться новинками. А вы тут прям одна новинка, вторая новинка. Вот вам держите. Вы на конференции заявили прям четко. С какой целью вы на конференции? По-перше, я думаю, конференция взагалі для многих, как и для компаний, так и для ветеринарных лекарей. Поделиться знаниями, поделиться новинками и что-то отримать новое от этого. То есть, я думаю, это практически у каждого так. Если это, например, такие компании, как мы, как Барбус, то это поделиться новыми знаниями и новинками. Донести до света ветеринарной медицины, до света зоологии, так можно сказать, нашу продукцию. Хорошо. Помимо того, что вы Хилл здесь представляете, какие продукты у вас еще есть? А у нас еще также продукция от Вет-Эксперта. Да, вон она на том месте лежит. Вет-Эксперт – это есть хлебные добавки для поддержки здоровья, типа и печенька, и органи нижних сечеводильных шляхов. Продукция для шкири, для шерсти, тобто это есть дерматологическая продукция, это есть шампуни, когда есть заблокирование дерматологическое, Дерматологические и также шампуни для, например, когда тварина просто брудная, ее нужно помыть, почистить. Там тоже есть различные выборы. Хорошо. Вы сейчас работаете как? Вы компания, которая предоставляет продукты на ветеринарные клиники и зоомагазины, верно? Так, так. И вы сейчас захватываете как раз эту аудиторию или вы хотите молодежи тоже донести о том, что есть вот такой продукт? Да, конечно. Молодь, это и в будущем. Они учатся в университетах, они будут знать, они потом пойдут в клиники, пойдут в ветеринарные аптеки працювать, знают в зоомагазины и они будут уже знать про эту продукцию и смогут популярно и доступно донести информацию до споживачев. Как вы доносите всю информацию? Вот люди очень ходят большим потоком. Я просто не понимаю, у вас там есть команда? Сколько у вас человек приехало сюда сегодня? Команда, ну, пять человек, пять основных, которые рассказывают. Ну, успеваете? Да. Да? Да. Хорошо. И там у вас на стенде, вы даете какую-то информацию людям? Вот, допустим, пакетики, как каждая компания выдаёт, какие-то брошюрки, возможно, какие-то розыгрыши у вас есть? Так, смотрите, у нас есть розыгрыш, там есть QR-код, они скануют и там будет рандомный розыгрыш. Також, навіть наша продукция есть на маленьких шоколадках, то есть уже есть наши новинки, с которыми можно ознайомиться просто визуально и уже знать, что есть такое. Кстати, я в том году от вашей компании получал коровочку. Да, супер. Спасибо. Очень вкусные шоколадки. Хорошо. Как часто вы бываете на таких родных конференциях или выставках и где вас вообще можно встретить, ну, кроме вот как сейчас? Зазвычайно, есть очень много. Ну, я имею в виду, популяризируете как-то свой бренд? Да, конечно. По-перше, можно подписаться на наши сторинки в Инстаграм, в Вайбере, можно подписаться в Фейсбуке. О, это молодцы. Да, и там можно всегда узнавать всю информацию актуальную, в каких мы будем в конференциях, в выставках приймать участь. И там можно с нами более детально офлайн, как сейчас модно называется, поспілкуваться. Кстати, очень удобный формат, я для себя попробовал. Я вообще неимоверно был рад, что мы с вами все-таки застыковались. И, знаете, многие компании не проводят такого рода обучение, да, и вот все говорят, вот будет конференция, придете научитесь. Или говоришь, пришлите мне специалиста, специалист приехать не может, а онлайн никто не проводит. Ну, я думаю, классно, что ваша компания все это предоставляет, что с вами можно развиваться, учиться. Все вопросы, которые вот мне люди обычно задают по вашему продукту, особенно Хилсу, то есть есть вопросы, которые отсекаются, а есть вопросы, которые вот принципиально люди спрашивают, что там в составе данного корма. Да, ну, как бы это стандартный вопрос, если можете, ответьте, потому что нас смотрят не только владельцы зоомагазина, ветеринарные врачи, но и люди, которые кормят своих домашних животных. А, если про склад? Вкратце, вкратце. Склад ризноманитный, там есть как продукция тваринного походжения, белок, так и рослинного походжения. Досить много есть вопросов, а там же есть рослина, а там же есть какая-то кукуруза. Нет, там все идет грамотно сбалансовано, наиболее рационы. И, если поглибиться в диетологию, то можно узнать, почему именно добавляются там рослинного или тваринного походжения, разные компоненты, и как они влияют на организм. Вот для этого у нас есть в нашей компании, компанией Барбус, ветеринарные консультанты. Такие специалисты, как вы. Да, такие, как и мы, и я, что мы тогда онлайн, офлайн подключаемся, и десь годинку, півтори проводим навчание и более детально рассказываем про нашу продукцию, почему саме все, а не иначе, и почему, как оно все это поеднуется и впливает на организм тварины. Хорошо, теперь вопрос для магазинов, зоомагазинов или ветеринарных клиник. У вас то, что на стендах представлено, это весь ассортимент, или у вас там обширный ассортимент, где можно просто разнообразие? Очень широкий. У нас есть еще, кроме того, что есть продукция для харчевания, продукция гигиени, есть еще продукция играшки, забавки разные, для того, чтобы тварины могут с ними заниматься. Ну, например, у нас есть такой популярный, известный бренд, как Конг, играшки. Ихняя уникальность в том, что они надмецные. Тобто, они специальные гумы сделаны, что творение тяжело их разгрызти. Тобто, как бы и минус, и плюс в этой продукции, что она очень-очень долговечная. Ну да, потому что с точки зрения маркетинга, а с точки зрения того, как владелец будет долго пользоваться, это круто. Скажите, сколько, вообще компания Barbus, это украинская компания, правильно? Да. Вы работаете, получается, по всей территории Украины? Да. Ну, у вас там везде есть филиалы, все, как бы, в случае чего можно с вами связаться. Ребята, с нами был Антон, мне очень приятно было с вами пообщаться, увидеться, конечно, неожиданная встреча у нас получилась, потому что я такой, ребят, знаете, когда общаешься с человеком по телефонному разговору, а потом встречаешь его на конференции, и он соглашается с тобой провести вот такое мероприятие, да, такое общение. Это очень круто. Тем более, Антон постарался, раскрыл для нас все темы, касательно их компании. Мне было очень приятно. Вам спасибо большое. Если есть вам что добавить, нашим зрителям можете добавить. Тематика, зоотематика, немножко вам дам на пустое, может быть. Зоотематика, я постарел, что охватило достаточно большое количество людей. То есть я смотрю, я не ждал, что такое количество людей может прям молодежь особенно интересовать. Хочу побажать, якщо ветеринарные лекарьи, чтобы они далее развивались, а властники тварин також старались развиваться для того, чтобы их улюбленцы почували себя набагато, набагато краще в этом мире. Спасибо вам вашей компании, что вы помогаете нам этого добиться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.